всем привет меня зовут динат я сегодня на страна fm отвечаю на вопросы и пою для вас мне 21 год я музыкант блогер бизнесмен и просто хороший парень сейчас действительности я делаю большой окон на музыку и в 2021 году хочу прям максимально все усилия бросить музыкальную индустрию вот и развить себя все-таки как артиста больше нежели там богера и надеюсь надеюсь у меня удастся и все цели которые запланируем 2021 год они реализуются пишу потихонечку и возможно через два-три месяца выпущу альбом но пока что сольные треки парочку приготовили ближайшее время тоже будет релиза что могу сказать про современную музыку и то что сейчас находится на позициях топ-чарта это конечно иногда хочется закрыть глаза ты просто смотришь и думаешь блин рынок очень сильно перевернулся и я помню там музыку который я слушал там своем в детстве до относительно хотя мне и так 20 вот и та музыка которая сейчас топ-чарте вот я недавно был на втб-арена и смотрю там просто выступает 80 процентов тиктокеров и типа треки по большой сути как бы ни о чем но какие-то простые такие эти и но сейчас рынок такой сейчас рынок вот в топе то что вот в тиктоке вирусится там и так далее и я тоже часто думаю о той музыке которой я хочу выпускать либо делать что-то там стильное там что-то то что я последний трек выпустил фэмили что-то в таком формате но как показывает цифры сейчас в рынке в топ-чартах реально разрывает то что там вирусится очень сильно тиктоке и какие-то такие простые фастфудные треки так называют к сожалению сейчас лидирует многие позиции топ-чарт музыка которую я слушал лично в детстве да эта музыка больше имела какой-то смысл там мотивацию поднимала настроение еще что-то а сейчас на некоторые треки реально смешно смотреть но не знаю хотелось бы видеть наверное в треках некую душу некий смысл а во многих сейчас то что топ-чарте просто не чувствуется честно я не скрывал то что я слушал там те же самые треки элона там тимана какие-то треки бакстара зарубежную музыку но вот на этих треках я свое детство вырос пророс но сейчас к сожалению как вы видите его музыку никто не слушает и рынок очень сильно поменялся и его музыки нет топ-чартах если брать первые треки дата там мне прям полностью помогали с написанием и так далее сейчас ту музыку которая выходит до от фэм или там девочка шанель я принимал участие в этом у меня естественно есть сейчас команда которая мне помогает мы там сидим на студии мы вместе там счет пытаемся придумывать они меня вводят в музыкальную индустрию как бы передают весь опыт навыки знания сам пытаюсь естественно писать треки вот но пока многие треки которые я написал типа демки там и так далее сейчас конечно не осмеливаюсь пока выпустить но ближайшем будущем наверное в альбоме они сто процентов будут опять-таки же есть треки какие-то которые хочется в которых кладываешь душу там пишешь и хочется реально передать но ты понимаешь что это не будет востребовано массами ты понимаешь что эти стреки там не залетят топ-чарт и так далее хочется все равно чтобы твою музыку слушали ты писал там не для пяти тысяч слушателей до для полмиллиона слушателей для миллиона человек поэтому все равно нужно адаптироваться под рынок и под нынешние условия рынка я сейчас если честно вообще практически русскую музыку перестал слушать я слушаю больше какую-то зарубежную музыку до многих топовых артистов типа тайга тревискотт дрейк и есть некоторые артисты которых я даже там имена не знаю но их музыка мне нравится я включаю машине еду кайфую ну типа от грубо от звучания и от современных артистов но да не на самом деле много прикольных треков есть топ-чартах которые в принципе можно с кайфом послушать но не знаю кого я могу назвать если говорить честно я бы хотел в своих треках дальнейшем больше именно заряжать молодежь мотивации вот как например в моем детстве там суши там того же самого треки лана да и так далее я слушаю эти треки они меня очень сильно заряжали они меня очень сильно мотивировали и я получал от этого некую такую энергию и в дальнейшем я хочу делать что-то вот в таком стиле примерно музыку вот но сейчас чтобы заявиться на рынок и так далее нужно выпустить пару хитовых треков которые как раз таки залетят топ-чарта да и после того как я наберу достаточное количество там своих слушателей да и сделаю свое музыкальное имя потом я наверное чуть-чуть поменяю направление музыки было очень много треков которые мы не выпустили наверное треков 10 потенциально которых мы хотели выпустить это когда я только-только зашел музыку мы писали очень много ну типа треков хотели выпустить и там вот как раз таки были матные треки которые мы считали круто прикольно но потом когда показываешь этот проект там одному второму третьему получаешь обратную связь понимаешь что это все-таки не совсем прикольно и очень много треков мы не выпустили в основном из того что там был какой-то такой негативный оттенок или там мат перемат и сейчас вроде во всех моих треках там нету даже матерного слова ни одного и это на самом деле мне кажется прикольнее когда тебе трек не стремно даже включить там своей маме допустим да или там выступить где-то где есть дети там и так далее и я наверное все-таки не сторонник каких-то там жестких матерных слов в трек ну там помимо там как вставляют сука не сука ну то есть литературные слова которые приемлемы но для кого-то опять же кто не может брать какой-то такой обычной музыкой правильной до вставляют какие-то матерные слова на этом хайпится и реально малолетки как бы это слушают и прикольно не знаю как инструмент возможно мат иногда помогает но я пока не использую в жизни сейчас там меньше намного раньше вот даже когда я ввел свой инстаграм и так далее я тоже постоянно там матерился постоянно ругался но потом становясь становясь взрослее старше и так далее я понимаю что на самом деле в этом ничего такого прикольного нет и и все-таки нужно учиться общаться без мата но иногда иногда это уместно иногда это заходит вот но сейчас реально стало значительно меньше материться моя основная аудитория она далеко там не малолетки и так далее потому что если посмотреть мою статистику в инстаграме у меня аудитория от там типа самое я даже сейчас могу открыть посмотреть я недавно смотрел а основная аудитория в виде 41 процента от 25 до 34 лет это основная аудитория потом от 18 до 24 и только там 10 процентов от 13 до 17 типа и ну короче основная вот это 18 34 ну реально вот я недавно зашел в тик ток когда я начал снимать там свои видео в тик токе я это 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 стало сразу заметно когда начали подвигать большое количество муалеток на улице такие вот ты с егором шипом было и прям ну раньше ко мне подходили на все у нас там аудитория в основном какие-то кавказцы такие а сейчас чуть-чуть аудитория меняется там и за счет того то что начал больше масштабироваться раньше у меня вообще в основном мужская аудитория была мне там инстаграме больше 70 процентов подписчиков были пацаны и больше за мной там следили пацаны я даже всегда обращался там stories и как типа больше к пацанам вот а потом за счет того то что много конкурса там и так далее начали проводить больше конечно в принципе я больше осознал что в инстаграме женская аудитория ее больше в принципе да и на нее работать тоже достаточно выгодно и приятно вот и сейчас варьирует с нами 50 на 50 примерно больше внимания естественно делали инстаграм вот недавно пробовали снимать шоу на youtube я регулярно там пытался заходить youtube на youtube для меня какая-то сложная площадка раньше я как раз когда начинал я снимал очень много влогов на youtube там прям было до хрена всяких видосов вот недавно как раз я психанул удалил все потому что и опять-таки же из того что я посмотрел и это мне было 18 лет когда я вел что ли эти влоги и столько мата столько это я думаю блин ладно снесся вообще психанул вот так больше внимания уделяю естественно инстаграм у меня сейчас почти три с половиной миллиона подписчиков вот и раскачиваю больше инстаграме все-таки инстаграм-блогер на youtube вот недавно снимали новогоднее шоу исполняю мечты называлась я был там роли деда мороза читал сообщение письма новогодние от подписчиков реализовывали их так жизнь показывали погружали людей в новогоднюю атмосферу но честно сказать шоу не зашло ну типа мы сняли выпуск нам пригласил специального гостя я просто потратил на это достаточно много то есть инстаграм что что это такое дать проснулся вы уже в story всем привет я кушаю я хожу туда я ну и все а youtube я потратил целую неделю я реально снимал неделю очень много времени потратил очень много сил потратил очень много вложений сделал все оборудование там и так далее и когда я зашел посмотрел там ну короче небольшое количество просмотров такое я выкладываю stories у меня за час могут ну посмотрит там больше ста тысяч просмотров а здесь потратил неделю пять тысяч или десять тысяч просмотров было за первый день я думаю что то я делаю не то вот и наверное больше сейчас усилий все-таки уделяю на инстаграм тик ток потому что легко просто быстро и результативно достаточно но в тик токи в основном как бы дети сидят да большинстве все таки я если честно сначала когда только появился тик ток вообще в отказ сначала шел там и так далее не буду снимать потом увидел что тик ток реально качает и все-таки начал снимать через силу меня вот заставляли заставляли насильно снимать видосы я снимал и набрал там первые полмиллиона подписчиков достаточно быстро потом что-то улетела в перелетах и что-то на него чуть забил вот и сейчас буду опять потихонечку восстанавливать ну реально тик ток сейчас показывает просто какие-то невероятные результаты невероятные цифры и очень много людей которые просто с нуля могут достигнуть там отметки миллион подписчиков 2 миллиона подписчиков 3 миллиона подписчиков достаточно быстро сейчас там инстаграм такой возможности тебе не даст но типа стать в инстаграме там популярным блогером это очень сложно реально очень сложно в ютубе тоже безумно сложно ну а в тик токе ты можешь буквально за пару месяцев стать достаточно популярным человеком если будешь снимать просто тупые тренды какие-то просто повторять какие-то видосы и если это будет оригинально прикольно это тик ток сам выдвинет твои видосы в топ и наберется много смотрю я вообще всегда был сторонник делать что-то свое что-то оригинальное что-то крутое но когда опять-таки же смотришь что ты там не знаю сутки заморачиваешься над каким-то видосом там стараешься выкладываешь и он убирает мало просмотров а кто-то просто снял какой-то тупой тренд и у него там миллион просмотров думаешь блин походу я делаю что-то не так и все таки иногда как бы понимая что если есть инструменты которые вот работают просто повтори и будет результат то зачем придумывать что-то новое когда можно просто повторить можно сказать но опять-таки же все это в смеси в куба разуме реально сейчас очень много трендов тик токи да которые просто вот ты участвуешь в этих трендах снимаешь под популярные там какие-то звуки участвую челленджах и десятилетия если ты снял что-то интересное большое количество просмотров те гарантированно наибольшее удовольствие мне приносит музыка все-таки потому что да я и музыкой начал заниматься как-то больше сначала для души но не то что для души я с детства просто также слушал музыку кайфовала там представлял себя на сцену мне кажется все в детстве мечтали о чем-то подобном и потом я больше ушел в бизнес зарабатывание денег там и так далее а когда уже самореализовался в финансах я начал задумываться над тем чем бы я занимался чем ну что мне было бы в кайф и вот когда я начал заниматься музыкой я первый вспомнил приехал на студию и наверно просидел там с десяти вечера до семи утра что ли я прям не хотел выходить оттуда то есть мне это нравилось и от этого получал кайф понял что это наверное то направление которыми хочу заниматься просто ну заниматься даже там не ради денег не ради каких-то там хотя есть определенные большие цели конечно но больше для души наверное не знаю из того что я проходил в общеобразовательных программах наверное не знаю что мне пригодилось жизни честно я больше сторонник все-таки самообразование и учиться нужно развиваться нужно прокачивать свои мозги и знания сто процентов нужно потому что весь ваш успех все ваше состояние и так далее это результат работы вашего ума ну сто процентов но учиться в обычных институтах колледжах ну школы окей как бы какое-то общее образование любом случае нужно начально поучить да но когда вы уже стали более осознанным я достаточно рано начал развиваться самостоятельно я с детства там увлекался бизнесом с детства там читал какие-то книжки постоянно про успех про богатство и так далее больше все-таки делал уклон на самообразование учиться нужно у тех вы должны определиться чего вы хотите да в жизни если ты хочешь стать блогером нужно учиться у блогера да если ты хочешь стать естественно там каким-то доктором врачом да то наверное стоит идти по специальности в колледже в университеты да и так далее если ты хочешь стать успешным человеком нужно учиться успешных людей если ты хочешь стать миллионером нужно учиться у миллионеров и так во всем нужно короче я больше сторонник самообразования. Я считаю, что все обычные системы образования, типа массовые, они нацелены на то, чтобы как раз-таки делать из людей рабов, которыми можно будет управлять, которые... Короче, если вы хотите стать реально успешным, богатым и так далее, то, наверное, нужно учиться у тех, кто, по вашему мнению, успешный, богатый и добился тех результатов, которых вы хотите. А если вы хотите быть как все, то учитесь там же, где и все. Наверное, ответ достаточно простой и будет знаком 99% зрителей, которые сейчас смотрят. Я все-таки далеко не из богатой семьи и из семьи ниже среднего класса. И с самого детства мне всегда не хватало на какие-то мои желания или потребности денег. То есть я вырос в обычной деревне, у меня там с финансами всегда особо родители не баловали и так далее. И, естественно, хотелось в первую очередь выбраться на какой-то нормальный уровень жизни. Я ни разу в детстве не был на море, хотелось летать на море. Или хотелось новый айфон, или хотелось какие-то... То, что было, например, у твоих друзей, одноклассников и так далее, а у тебя не было. Я в детстве всегда мечтал о мотоцикле, еще о чем-то. Но, к сожалению, с детства я был этим делен. И, наверное, вот этот какой-то внутренний голод заставлял все-таки в первую очередь делать уклон на зарабатывание денег, например, да. И стремление какое-то... Опять-таки же, то же самое там в соцсети. Когда ты смотришь в Инстаграме и видишь, как другие люди живут, и смотришь на свою жизнь, думаешь, блин, где-то меня обманывают. Что-то я делаю не так. И, соответственно, когда я в детстве наблюдал за этими соцсетями, как живут успешные люди, мне хотелось так же. И в первую очередь я все-таки сделал уклон, да, больше на развитие себя в планах финансов, чтобы выбраться на тот уровень, который я хочу. А потом уже, когда стал более осознанным, когда вышел на нормальный уровень там заработка и стал более-менее успешным человеком, уже начал задумываться над тем, что больше вот для души. Да нет, такой суммы нет. Опять-таки же, многие люди думают, это обманчивое мнение, что я в детстве, ну, опять-таки же, думал, что, не знаю, 100 тысяч в месяц это такие деньги, которые я буду самым счастливым человеком, да, мне больше ничего не надо, все вот. Если было бы так, все. Потом, когда стал постарше, я думал, миллион в месяц, это что, это все, можно же кайфовать вообще, ну, типа. А когда ты, меняется твое мышление, начинаешь зарабатывать большие деньги, ты просто уже, и это как определенный же наркотик, деньги это тоже как наркотик, да, когда ты привыкаешь, когда ты зарабатываешь, тебе хочется больше. Деньги, это же некое влияние, некая сила, некая власть, и все время как-то хочется, я не видел людей, которые, ну, не знаю, как даже ответить на этот вопрос. Ну, если честно, я сейчас там не стремлюсь за деньгами, там, вот, когда я как раз таки в детстве начал зарабатывать первые деньги, я хотел больше, 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 а сейчас мне как-то деньги особо даже, естественно, не вставляют, но, естественно, чем больше их, тем лучше, да, понятное дело, вот, но гонюсь больше за чем-то другим, наверное, нежели деньгами, нежели финансами. Самый первый заработок, я часто рассказывал в своих мотивационных роликах, что я еще в школе начал зарабатывать, я помню, заказал mp3-плееры, точнее, месяц раз заказал mp3-плееры с Алиэкспресса, он стоил там 100 рублей, и у меня в школе его захотели купить за 300, и я такой думаю, ха, типа, купил за 100, хотят купить за 300, прикольный бизнес, вот, и просил сразу заказать 10 штук таких, она заказала 10 штук, и я вот в школе ходил, там, одноклассников продавал, потом, и я понял, что, ну, в действительности это работает, если купил за 100, продал за 300, там, за 400, начал заказывать там товары с Китая, с Алиэкспресс, продавать их там через Авито, потом, и я, было время, и в парке игрушки продавал, и аттракционы какие-то ставил, и с самого детства старался там многим чем заниматься, у меня отец тоже занимался небольшим малым бизнесом, там, разводил там животных, попугаев, и в этом тоже помогал, там, в зоомагазины даже продавал, помню, и хомяков там, и многим чем занимался, вот, а потом больше начал развиваться в инфобизнесе, полетел на конференцию в Москву, познакомился с очень многими интересными ребятами, и постепенно, постепенно начал заводить различные проекты, и как бы развиваться, что вот сейчас я на самом деле больше, опять-таки же, там, какое-то время я просто там кайфовал, отдыхал, и гулял, сейчас я больше начал посвящать время, опять-таки же, своему образованию, на некоторые тренинги даже, думаю, слетать, с многими там спикерами начал общаться, которые ведут там тренинги, и сейчас мы даже хотим создать свое некое такое сообщество, небольшой фэмили-клуб, я его так назвал, и в этом клубе тоже будем проводить всякие интересные там марафоны по постановке целей, по достижению желаний, и много всего интересного будет, ну, чтобы это не звучало как реклама, не буду много рассказывать, но, короче, скоро большие перемены в моей жизни тоже будут происходить. Ну, политика, не сказать, что далека, я общаюсь даже с мной, и сильно не увлекаюсь, честно, если говорить, да, ну, типа, посвятить, ну, нет, больше вот сейчас я сделал уклон больше как раз-таки на музыку, на бизнес, политикой особо не увлекаюсь. Опять-таки же, никогда не говори никогда. Родители меня, в принципе, всегда больше поддерживали, конечно, и у меня, наверное, какой-то первоначальный багаж знаний, естественно, там, вложили родители, да, и больше всего там занимался моим воспитанием там отец. Он тоже всегда меня наставил на том, что мне нужно самореализовываться самостоятельно, развиваться самостоятельно, там, и как бы все время там всячески меня мотивировал. Когда я приходил ему всякими идеями, там, я хочу, и он сам мне даже в детстве, в 13 лет, говорит, вот, иди, продавай, там, вот это, там, хомяков, ну, там, что-то, короче, говорил, он занимался бизнесом, да, и он говорит, вот тебе-то, например, хомяки, иди отвези в зоомагазин, скажи, вот я развожу, там, предложи, они, возможно, у тебя купят, и небольшие такие предпринимательские, как бы, предпринимательский опыт передавал. И потом, поддерживаю, говорю, давай, там, делай. Потом, когда я как раз-таки переломный момент в моей жизни был, когда я полетел в Москву на конференцию, я говорю, я помню тот момент, когда я сидел в домике, в деревне, там, смотрел конференцию, на бум чисто написал самому главному, там, хозяину этой конференции, и говорю, вот, здравствуйте, там, мне 14 лет, хочу попасть на вашу конференцию, можно ли спросить, в таком возрасте вообще можно, пускают. И когда он мне лично ответил, говорит, да, он мне большую скидку подарил, говорит, таких, как ты, надо двигать, ну, там, грамотно, красиво мне продал, вот, у меня глаза загорелись, я такой поворачивался, я говорю, пап, я лечу в Москву, ну, то есть, просто какое-то, я написал, даже не с целью, ну, то есть, я смотрел, листал сайт, и вижу, что там собираются бизнесмены, там, миллионеры со всего мира, думаю, блин, круто, те цены, которые там были, у меня этих денег не было, просто, но было такое, как бы, желание, и думаю, да, давай просто напишу, там, самому главному, вот, и написал, и он ответил, как-то так получилось, что и сразу, я повернулся, сказал, я хочу, я сказал, сынок, какая Москва, ты что? Я говорю, нет, вы не понимаете, мне ответили, мне надо лететь, нашлись возможности, я тогда, помню, продал там свой телефон, который взял, там, чуть ли не в кредит, не чуть ли не в кредит, я его взял, там, на два года, я тогда зарабатывал какие-то первые деньги, и как раз таки, когда, естественно, в школах все покупали новый айфон, и хочется тоже, там, соответствовать, я говорю, пап, возьми мне кредит, новый айфон, я сам буду уплачивать, на два года, помню, он мне взял кредит, я купил себе новый айфон, и через месяц, вот, когда увидел эту конференцию, я его сразу же продал, и полетел на эти деньги туда, вот, на кредитные деньги, которые я еще не выплатил. Эта поездка очень сильно повлияла на мою жизнь, реально, просто побывать в самом центральном городе нашей страны, в Москве, зарядиться этой энергией, я вот часто говорю, что очень сильно влияет окружение на ваш, там, успех, на ваше состояние, потому что, когда вы живете в деревне, и все вокруг живут так, вы, ну, понимаете, что это нормально, ну, как бы, а когда вы, вот, выходите за рамки своего комфорта, когда вы попадаете, там, например, там, когда я первый раз в Дубай полетел, когда вы увидите всю эту красивую жизнь, там, в Lamborghini, Ferrari, там, что-то, Rolls-Royce, и вы понимаете, что, ну, это такие же люди, они живут, и, типа, это возможно, и где-то что-то не так пошел, потому что, как бы, люди живут так, а ты живешь так, и ты понимаешь, что у тебя просто мозги начинают переключаться, и ты понимаешь, что это возможно, ты понимаешь, что ты хочешь так же, ты понимаешь, что это прикольно, и начинаешь уже думать вот в этом направлении, и вот это окружение, которое тебя, возможно, даже в какой-то дискомфорт водят, да, тебе. Ты начинаешь, короче, от этого мотивироваться. Я вот с самого детства очень сильно мотивировался, когда первый раз полетел в Москву, увидел всю эту красивую жизнь, там, миллионеров и так далее. Я дико замотивировался. И это была такой достаточно судьбоносной поездкой. Я был как бы на контроле всегда, там, каждый день я там звонил родителям, всегда с ними общался. Но в целом, да, поддерживали. Иногда, естественно, там, мама переживала, там, или когда я первый раз поехал в Москву и так далее. Но потом, когда они увидели, там, мои первые результаты, первые успехи, естественно, уже дальше начали поддерживать. Отец у меня, естественно, больше хотел, чтобы я был рядом, больше хотел, естественно, чтобы я ему, там, помогал и так далее. Но, как бы, я говорю, пап, я хочу развиваться, да, там, я не могу жить в этом городе, мне нужна вот Москва, там. А он терпеть не может Москву. Я вот даже недавно пытался, там, перевезти родителей, там, в Москву, купить дом и так далее. Они не любят вот эту всю суету. Вот. Им пришло спокойно, никто не трогал. Папа занимается хозяйством, там, и так далее. Я с детства, как бы, ему всегда помогал по хозяйству. Я очень достаточно... С детства отец меня приучал, как раз таки, к труду. Вот. Воспитывал достаточно жестко. И, наверное, вот такое воспитание, как раз таки, мне очень помогло. И потом, когда я уехал, естественно, там, сына рядом не хватало. Я всячески пытался это компенсировать другой поддержкой. Если быть реалистом, то, наверное, я особо не верю в такую дружбу. И... Особенно в Москве. Вот, я говорю, у меня был один друг, с которым я вырос. Мы учились с ним со второго класса. И... Ну, человек, которому я, там, полностью доверяю, да, который, там, близок по духу. Как раз-таки, когда я переехал в Москву, когда я, там, хорошо обосновался, я его просто, ну, сам перевез в Москву. Он, там, сейчас работает у меня. Вот. Всячески ему помогаю. И вот это, ну, единственный близкий друг, наверное, который с детства, которому можно, там, довериться. Другие друзья, опять-таки же, есть очень много хороших ребят, с которыми я хорошо дружу. С Гусейном очень хорошо дружу, да. Он для меня как старший брат некий стал. Влияет все равно, наверное, статус человека, который, там, чем больше ты поднимаешься, естественно, тебе хочется иметь вокруг себя сильное окружение, да. Если ты, там, добился каких-то успехов в жизни, вот, тебе, естественно, хочется видеть рядом с собой людей, которые также, там, заряжены на успех, заряжены, там, у вас какие-то общие интересы, общие идеи, общие увлечения. И когда ты видишь человека, там, близок, ну, близкого по духу, да, с нормальными, там, понятиями, с... просто тебе человек симпатизирует, его жизнь, да, и так далее, то образуется, наверное, какая-то некая дружба. В общем, у меня достаточно много друзей, с которыми я провожу время, но, опять-таки же, это люди больше близкие по духу, которые, там, также либо блогеры, либо музыканты, либо бизнесменам, с которыми им просто интересно. Интересно проводить время, интересно общаться, интересно встречаться, да, и так далее. Я не могу сказать, что это друг, которым я уверен, там, на тысячу процентов, который, там, будет всегда со мной. Нужно быть реалистом. Соответственно, если понятно, что кто-то дружит со мной из-за того, что я стал популярным блогером или популярным музыкантом. Я с кем-то дружил, потому что он тоже какой-то популярный человек или бизнесмен. В этом нет ничего плохого. Это то же самое, что говорят, вот девушка с тобой из-за денег, или ты встречаешься с девушкой из-за того, что она красивая. Ну, типа, красивая девушка, да, я с ней встречаюсь из-за того, что она красивая. Если была бы страшной, наверное, на меня не встречался. Девушка со мной, потому что там вот из-за того, что у меня есть финансы. Но это же как бы плюс, но типа, опять-таки же, деньги — это результат работы нашего ума, да. Если я там стал успешным, популярным и так далее, это же некая сила, как от мужчины чувствуется. И, соответственно, притягивается. У меня были единственные длительные отношения с моей прошлой девушкой, бывшей. Мы с ней встречались почти три года, и даже пары года были на обложке журнала. Я с ней познакомился, когда мне было 18 лет, достаточно молодой был, горячий. Тогда я активно гулял, 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 и вот именно эта девушка меня как-то зацепила. Я встретил ее, потом ни о ком не мог думать, и сразу мы как-то начали жить вместе, путешествовать вместе, летать. Но потом, когда я стал чуть взрослее, наверное, опять-таки же, какое-то мышление поменялось, или сам человек начал меняться, интересы поменялись, начал больше времени уделять работе, или музыке начал уделять много внимания. А девушке, например, это не нравилось. Получилось так, что вот с бывшей девушкой своей расстался. И если говорить на вопрос влюбчивый, а не влюбчивый, я достаточно люблю женский пол активно. И ко всем девушкам, ну что значит понятие влюбчивой? Типа, быстро ли я влюбляюсь? Наверное, есть. Сейчас я не буду скрывать, в последнем месяце я уже практически встречаюсь с новой девушкой, вот, в которой я достаточно сильно влюбился. И если говорить опять-таки про идеальные отношения, мне кажется, вот сейчас максимально идеальные отношения, которые я всегда, достаточно сейчас такой секретный контент, всегда хотел из своей бывшей девушки сделать вот что-то похожее, что сейчас и нашел. И я пытался ее изменить, пытался ее поменять, но человека изменить очень сложно поменять. И вот сейчас те отношения, которые у меня есть, мне кажется, это реально те отношения, о которых я думал, которые я притянул, и которые меня, по крайней мере, во всем сейчас устраивают. Надеюсь, все так же дальше будет продолжаться. Больше все-таки хранительница очага, наверное, так как я считаю, что больше там… Опять-таки же, скорее всего, даже если вот брать первые отношения, да, свои, я больше настаивал на том, чтобы она там ничем не занималась, чтобы она сидела дома. Или, ну, потом я уже начал говорить, ну, чтобы занималась какими-то вещами, которые ей там больше для души, в кайф и так далее. Вот. Сейчас девушка, с которой я познакомился, она достаточно амбициозная, у нее там есть цели, она очень умная девушка. И контент сейчас такой достаточно секретный. Ладно, потом все узнаете. Вот. Короче, сейчас я понимаю, что, наверное, круто, когда вот оба человека развиваются, оба человека, там есть общие интересы, есть общие стремления. Друг друга помогают как бы подниматься вверх. Сейчас вот идеальные отношения, которые я вижу, скорее всего, да, это все-таки две сильные личности, которые оба развиваются и больше независимые, так скажем. Если говорить про девушек, ну, типа, если девушке некомфортно, там, ей не нравится, там, ее нос, уши, там, либо еще что-то, мне кажется, ничего плохого нету, если она там сделает какую-то операцию, и она вот почувствует себя счастливой, что она наконец-то вот то, что ей доставляло дискомфорт, убрала или, там, увеличила грудь, если, опять-таки же, это смотрится красиво, эстетично, то, в принципе, ничего, наверное, плохого в этом нету. Что касается себя, я ничего себе менять не хотел, как бы все окей. Даже татуировку вот все думаю. С детства, как бы, отец тоже был против татуировок там и так далее. Сначала вообще не задумывался о татуировках, а сейчас вот думаю что-то себе набить. Ни одной татуировки. Я вообще такая белая ворона. Я хочу набить рукам. Подумаю, маленькую вот сюда. Но, на самом деле, когда ты, типа, становишься более осознанно и понимаешь, что, ну, как бы, это твое тело, и в этом нет, наверное, ничего. Если это прикольно смотрится, если это смотрится красиво, почему бы и нет? Наверное, все-таки буду забивать. Это реально смотрится, мне кажется, красиво. И если представить, например, сейчас очень многих там популярных артистов без татуировок, то, наверное, мне кажется, ну, какое-то значение они все-таки имеют. Ну, типа, вот каких можешь вспомнить популярных артистов, которые статуированы? Вот представь этого же человека без татуировок. Уже что-то не то вообще будет. И, конечно, не хочу, там, забивать лицо, там, и так далее. Но есть татуировки, которые очень красиво, прикольно смотрятся, и, возможно, думаю, забиться. Но просто сейчас, как бы, главное, чтобы потом я не жалел. Я хочу определиться, чтобы я был уверен, что я вот хочу вот с этим прожить, да, всю жизнь. Вот, и когда я определюсь, я, наверное, бью. Я вообще против был всегда всего этого. Ну, а что сейчас показывают тренды тиктока и люди, опять же, которые в топах? Ну, не знаю, ну, навряд ли, наверное, дойду до такого. И потом через два года эта вставка моего видео навряд ли я дойду до такого. Двенадцать красными волосами. Не знаю, никогда не говори никогда. Никогда не говори никогда. Все может быть. Три вещи, которые очень сильно не люблю. Не, я реально нормально ко всему отношусь. Вот, ну, типа, того, что меня жутко бесит, там, и так далее, особо нет. Я, да, я даже ко всем проблемам отношусь, типа, достаточно спокойно, с какой-то такой задачей, даже интересней, как бы, когда... Если бы не было проблем, не было бы так интересно, наверное. Вот, поэтому я достаточно позитивно на все реагирую. И, типа, нет такого, что меня прям дико раздражает. Наверное, нет. Смотря с кем, на людей, которых я не знаю, там, и так далее, я вообще, как бы, не эмоциональный. То есть я вообще максимально спокойный. А, там, например, если брать, там, отношения с девушкой, там, и так далее, да, бывает, что я выхожу из себя, бывает, что, там, это, особенно вот мои бывшие отношения, да, там, каждый день без драки не обходился, там, без разбивания всего, там, и так далее. Примерно такой был, вечно, да, это, на грани. А так, в целом, я спокойный, наверное, больше человек. Она была больше нападающей, так скажем. Вот, но, естественно, там не было чего-то жесткого, но я имею в виду, что, ну, постоянно были какие-то кипиши, постоянно, там, что-то летело, там, в меня, вот, ну, типа, весело было. Я, наверное, такой, изначально, вот, я сам тоже притянул, наверное, такие отношения, потому что хотелось чего-то такого интересного. Вот, я помню, в детстве, там, мне было 17 лет, я, по-моему, прямо так же, типа, говорил, вот, я говорю, мне нравится девушка, которая, типа, ну, которая, типа, покладистая, типа, скучная и так далее, ну, типа, скучная, а когда что-то, там, выносит мозг, когда что-то это... Тогда мне это было интересно, я, наверное, притянул такие отношения, и мы постоянно что-то ругались, постоянно, ну, какие-то эмоции были. А потом я дико от этого устал, и, наверное, не знаю, может, состаривать. Захотелось чего-то спокойствия, чтобы девушка, там, не мешала твоему развитию, не мешала твоей работе, там, докапывалась, там, какими-то лишними вопросами постоянно. И вот, опять-таки же, наверное, притянул те отношения, которые я хочу сейчас. На хейт я особо не реагирую, ну, типа, я достаточно закалился, там, всеми хейтами, было очень много, там, заказов на меня, атаковали различными способами, там, и так далее. И, опять-таки же, обычный хейт, который, там, пишут в комментариях, типа, «лох», «пидор», там, и так далее, ну, я всегда, я отношусь к критике адекватно к тем людям, кого я уважаю, да, чье, ну, слово имеет какой-то определенный вес, да, если человек, там, для меня, ну, успешнее меня, да, там, и так далее, если он мне говорит какую-то критику, я всегда прислушиваюсь. А если пишет критик какой-то 15-летний школьник, там, или, ну, просто люди, которые от зависти, от того, что они, там, не самореализовались, да, и так далее, пытаются всячески тебя, там, задеть, обидеть, там, и так далее, я максимально осознанно отношусь к этим вещам, и меня это, как бы, особо никак не трогает. Те хейтеры, которые пишут в комментариях, вот я говорю, опять-таки же, никогда в жизни я их не встречал, ну, вот кто-то придет и скажет, да, что-то там, ну, соответственно, зачем реагировать на… Это люди, которые просто хотят как-то за счет этого самоутвердиться, что вот я написал такую, там, Динату, да, или вот я, там, что-то сказал, или, там, что-то выкрикнул, не знаю. Я как-то не реагирую на это. Ну, если, там, мало просмотров, там, и так далее, вот я сказали, иногда, конечно, это, если какой-то, там, проект запускаешь, и он не выстреливает, конечно, это очень сильно расстраивает. В первую очередь, я человек, который с каждым днем хочет становиться, там, сильнее, успешнее, да, и так далее, и если, там, что-то у меня не получается, конечно, бывают моменты, где я, там, сильно достаточно расстраиваюсь, но, опять-таки же, беру выводы, иду дальше. В моей жизни каждый год все лучше и лучше и лучше. Как минимум, я набираюсь больше знаний, больше опыта. Становлюсь взрослее, умнее. И в целом, если говорить об общей картине, да, то, что вот карантин, там, коронавирус, там, и, там, кризис, который обрушился в этом году, он, конечно, повлиял и, там, обрушил некие планы, обрушил, там, некие бизнес-проекты, там, и так далее. Но, в целом, этот год сделал меня сильнее, успешнее, в какой-то степени. Вот, музыку я зашел только в этом году, по сути. Вот, стал больше пристанироваться, как музыкант. И, в целом, все круто. Через 10 лет. Не знаю, что будет через 10 лет, на самом деле. Учитывая нынешнюю ситуацию в нашем мире, сложно строить план на такое время. Но сейчас я думаю, что я буду продолжать заниматься тем же, чем я занимаюсь, там, бизнесами, да, различными. Вот, медийно также развиваться активно. Потому что, когда за тобой следят и смотрят, там, такое большое количество людей, да, в виде, там, нескольких миллионов или десятков миллионов, и ты можешь как-то влиять на эту аудиторию, ты можешь делать что-то интересное. Ну, когда у тебя есть такая большая фан-база, это очень круто. И ты можешь зайти в любой проект, ты можешь запустить что-то интересное. И поэтому я, в первую очередь, как бы делал уклон на то, чтобы развиваться медийно. Больше, 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 больше. Вот, соответственно, и музыкой я начал заниматься за счет того, что это помогает медийно еще больше вырасти, да, окрепнуть и так далее. Но и, естественно, не забываю про бизнес-проекты. Занимаюсь всячески различными направлениями, вообще всеми, которыми только можно. За счет того, что, опять-таки же, вот за счет, там, блогерства, за счет музыки появилось немного другое окружение, да, выхода на других людей. И каждый день мне поступают какие-то интересные предложения. И вот все в совокупности дает, как бы, рост, да. Где-то ты, естественно, там, зарабатываешь, вкладываешь там музыку в медийное развитие, а потом приходят там люди, и это компенсирует, и как это вот, ну, все вот так нарастающе идет. Самое главное в жизни — это развиваться, не стоять на месте. Каждый день стараться становиться лучше самого себя и не стоять на месте, да. Новый год. Скорее всего, буду сам Новый год в Москве с друзьями. После Нового года, наверное, улечу куда-то в Типово, скорее всего, на Бали. Да что я могу пожелать? Наверное, поставить… 2020 год был достаточно непростой. Это был для нас некой такой закалкой, мне кажется, неким опытом, что мы будем ценить больше там то, что если в 2021 наконец-то все нормализуется, да, более-менее. Вот, будем ценить то, что имеем. И на 2021 год советую всем поставить какие-то большие цели и пообещать прежде всего самому себе, что вы каждый день будете что-то делать для того, чтобы эти цели там осуществились. Вот выписать там некие там 3-5 целей, которые вас заряжают, которые вас мотивируют и пообещать себе, что вы сделаете все для того, чтобы они реализовались. И желаю всем удачи в реализации ваших целей, мечт и надеюсь все то, что вы запланировали в 2021 году у вас сбудется.